в этом сюжете мы поговорим как собрать дверь каждый мастер имеет свою методику сборки и то что я вам покажу это моя методика кто-то может быть с ней и не будет согласен в общем суть одна у всех методик надо собрать дверь смотрите каким образом поступая в первую очередь я одеваю на детали горизонтальные профиля то есть вот у нас есть деталь нижняя мы одеваем сначала два горизонтальных профиля вот эта верхняя деталь мы на нее тоже одеваем два горизонтальных профиля стекло мы вставляем между этими деталями уже следующим этапом третьим и потом вот эти все детали мы ставим на ребро набиваем верхнюю ручку в данном случае нижнюю ручку прикручиваем ее затем переворачиваем деталь и набиваем верхнюю ручку и тоже ее прикручиваем и так значит смотрите вот у нас наша деталь разницы то нету эта деталь из дсп или из материала обтянутого конечно когда мы используем вот такие вот детали ну из дсп то тут вообще ничего сложного нету просто ставим профиль и забиваем кияночкой а когда у нас мягкий материал в этом случае нужно работать аккуратнее чтобы его не порвать значит смотрите вот у нас паз под вставочку когда мы делаем мягкую вставку одеваем и профиль вот таким вот образом с передней части его подставляем прикладываем оставляем здесь запас примерно 7 миллиметров придавливаем я вот рукой вот участок придавливаю вот и вот таким вот образом одеваем это мы делаем для того чтобы передняя часть у нас не сложилось в складку вот и потихонечку натягиваем вот здесь у нас на профиле пленка эти вот эти штуки это пленка защитная не обращайте внимание вот если чувствуете что до конца где-то не легла планочка берем брусочек кияночку и стучим через брусочек ни в коем случае вот таким вот образом не стучите потому что можете погнуть грани профиля одна часть у нас установлена смотрите у нас никаких складок не появилось все натянулось ровно теперь переворачиваем и проделаем точно такую же операцию тут оставляем небольшой запасик вставляем разделительную планку если где-то что-то у нас вылезает у нас есть возможность все это разгладить разгладили все должно получиться ровненько одна деталька готова теперь собираем вот эту детальку и так приступаем к сборке так как конструкция очень большая в одиночку ее собрать сложно поэтому я рекомендую вам на помощь позвать кого-нибудь из не знаю там друзей обычно сборка производится таких деталей вертикально но так как у меня стол высокий и очень большая деталь мне сверху будет очень неудобно это все дело собирать и так как у меня есть большой стол я это буду собирать горизонтально вы у себя в домашних условиях можете просто поставить эти детали на пол и прибивать профиль вот таким вот образом и так значит первым делом мы собираем все детали воедино то есть вот у меня есть стекло я натянул на него уплотнитель посмотрите внимательно уплотнитель в данном случае у меня натянут с трех сторон раз два три с этой стороны я его пока не не положил потому что мы это сделаем чуть позже и так я вставляю стекло точно так же как вставлял бы дсп если бы это была ставка из дсп здесь оставляю в этой части такой же вот небольшой запасик и произвожу забивание стекла как я это делаю смотрите я беру брусочек и подбиваю стекло янкой через деревянный брусочек потому что стекло вот в таком положении имеет толщину когда мы стучим по нему но в данном случае 40 сантиметров разбить стекло толщиной 40 сантиметров нереально вообще ни в каком случае единственное что может это может быть скол где нибудь сбоку если вы например будете это делать скажем каким-то твердым предметом пока стекло мы на наносим вот так вот удары в торец ничего произойти не может итак с одной стороны стекло я забил теперь прикладываю другую деталь вот так как у нас тут есть небольшие зазоры между деталями я пока просто прикладываю деталь я ее не забиваю и меряю профиль ручку чтобы она у меня была вот здесь вот совпадала посмотрите по этому краю чтобы совпадала длина этих трех деталей и чтобы она совпадала по вот этой вот длине вот в данном случае вот мне не хватает видите какого количества миллиметров если мы видим что не хватает тогда начинаем подбивать почему я рекомендую проверить потому что бывает иногда нам стекло меньше напилят например детали из дсп чуть чуть меньше напили там миллиметр тут миллиметр толщина самого самого вот это вот уплотнители тоже имеет как бы значение и может получиться так что мы соберем соберем сначала собьем все детали эту 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 собьем и они будут короче чем сама профиль ручка в этом случае у нас будут проблемы при сборке теперь подбиваем вот эту часть она должна будет зайти здесь в паз значит нам нужно выставить ее сначала вот так вот чтобы совпадали вот эти вот грани вот посов поставили берем брусок и наносим удары смотрите сюда здесь он должно совместиться вот я наношу удары подкладываю брусок и смотрю совместились ли у меня стоечки здесь вот и здесь вот разница получилась примерно в полтора миллиметра это допустимо в моем случае теперь нам остается только насадить ручку на этот край значит для облегчения этой процедуры я под все детали подложил куски дсп чтобы у меня детали зависли в воздухе с дальней стороны вот посмотрите я положил такие подкладки и закрутил саморезы в стол чтобы была возможность упереться значит теперь я подкладываю эту ручку смотрите беру брусок и начинаю набивать сначала набиваю вниз беру саморез из комплекта вот это тут и закручиваю его предварительно потому что если мы не совместим вот эти детали между собой когда будем набивать возможно они будут отскакивать в обратную сторону прошу это делаем горизонтальном положении в одиночку поэтому лучше подстраховаться значит вот этот саморез он закручивается ключиком диаметром 5 миллиметров этот ключик надо будет вам приобрести отдельно обычные ключики под конфирма 4 миллиметра это 5 миллиметровый ключик все подтянули его и теперь вот посмотрите здесь у нас щель по краю идет и начинаем от края подбивать это дело после того как набили ручку опускаем дверь вертикальное положение для удобства сборки вот здесь у меня стекло значит здесь на стекло мы устанавливаем уплотнитель зарезаем его так вот на 40 градусов подрезаем одеваем сверху профиль ручку совмещаем грани чтобы у нас вот эта часть совмещалась вот с этой частью совмещается здорово и аккуратненько набиваем посмотрите забивается небольшое расхождение в несколько миллиметров появилась после того как забили надо сразу же поправить чтобы все сравнялось и продолжаем набивать обратите внимание что я бью сверху по бруску в чем особенность такого метода сборки и вообще в чем особенность различия профилей смотрите если мы приобретаем профиля тонкие они бывают с толщиной стенки 1 и 2 миллиметра бывают с толщиной стенки 1 или 0 8 миллиметра когда мы набиваем бывает что этот профиль гнется он именно по той причине что он тонкий именно поэтому с такими профилями работать нужно и во первых очень аккуратно и во вторых следить за тем чтобы они не погнулись именно в этом и заключается их некачественность в том что когда мы их набиваем они гнутся если у профиля хороший толстый стенки как вот данном случае то ему ничего не грозит смотрите вот здесь вот какая толщина да и какая здесь толщина разница очевидно что этот профиль качественнее чем вот эти два но все равно надо наносить удары через какой-то после сборки мягкой двери с обратной части у нас остаются такие ошметки которые мы просто напросто срезаем при помощи ножа все было аккуратненько